Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Все имущество производственной объекта и здание машиностроительного завода находится в собственности московской компании «Терминал М». Залога, который бы мог заинтересовать банки, у предприятия нет. Между тем, завод накопил серьезные долги – почти 10 миллионов рублей перед налоговой, а также задолженность по зарплате и за электроэнергию. В конце августа глава района Владимир Князев инициировала совещание с зампредом правительства области Георгием Мачехиным. Решено направить письмо за подписью губернатора, главному покупателю продукции Белхолунинского завода, компании «Уралкалий» с просьбой предоставить предоплату за товар. Георгий Мачехин рекомендовал Кировэнергосбыту возобновить поставку электроэнергии на завод. Руководство предприятия, в свою очередь, заявило, что банкротить завод не намерено. Программа Экономика. Долги компании «Лесной профиль» по налогам превысили 148 миллионов рублей, а процедура банкротства проходит с нарушениями. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам банкротства. По данным налоговой службы, в действиях должностных лиц предприятия есть признаки мошенничества неправомерных действий в процедуре банкротства, уклонения от погашения кредиторской задолженности и злоупотребления полномочиями должностных лиц. Кроме того, управляющий пытается вывести за пределы предприятия ликвидные активы, право аренды леса на 8 участков, хотя реализация этих прав позволила бы взыскать задолженность предприятия. Ранее сообщалось, что в компании сократили 135 человек. Экономика на 101 АФМ. Дмитрий Медведев предлагает заморозить тарифы на уровне 2013 года. Он поручил до 9 сентября разработать конкретное предложение. Об этом сообщает Лента.рум. Речь идет о заморозке цен на газ, топливо и электроэнергию, а также на перевозке по железной дороге. Подобное решение, по мнению премьера, поможет замедлить инфляцию. Однако в Министерстве финансов опасаются, что от заморозки тарифов могут пострадать инвестиционные программы. А темпы роста российской экономики замедлятся. Светлана Удельная, Новости экономики в Кире. Программа «Экономика» на 101 АФМ.